У него есть такое интересное название, и у него есть очень интересный код. Я сегодня его пробовала так интереснее сказать. В этом проекте мы уже 6 лет, и сегодня у нас первая лекция в таком комплекте лекций, которые будут совсем 5, но Йонас у нас самый первый. И немножко я дам слово и Виоле, но она не терялась сейчас. Я здесь, не терялась. Виола, скажи словечко, и потом перейдём уже к официальным рассказам. Меня слышно? Слышно, видно. Здравствуйте, я хочу всех поприветствовать от имени Лудзе и от имени проектной команды Крафт Уэйс. Крафт Уэйс – это такое сокращенное название проекта. Это «Пути ремёсел», скажем так, можно перевести. И мы реализуем этот проект с 2020 года, получив финансирование от Европейского Союза, а конкретнее от инструмента добрососедства, европейского инструмента добрососедства. Лудзевская художественная школа, где Сандра является директором, сотрудничает вместе с Малецкой художественной школой. И у нас есть такая возможность собрать очень большую аудиторию на семинарах. И этот семинар сегодня будет в этом году первый. Его организует литовская сторона. И я не буду углубляться, я уже послушала лектора, мне так понравилось, что не хочу задерживать никого. У меня просто будут несколько практических таких просьб к вам. Так как мы встречаемся опять в этом формате, в таком непонятном, и мы не знаем, слышат ли нас, видят ли нас, и вообще есть ли там кто-то за этим экраном, то я попрошу вас в чате, возможно, написать имя, фамилию и организацию, которую вы представляете. Вы можете писать на латышском, на литовском, на английском. На русском. На суахиле не надо писать. Поэтому напишите, пожалуйста, это нам нужно, извините, для практических целей. И это еще хотела дополнить немножко Сандру. Мало того, что мы запишем этот семинар, мы его еще и выложим на Ютубе. У нас у проекта есть свой канал на Ютубе. И вот я его прорекламирую. Сандра, может быть, потом поставит линк, тоже ссылку в чате. И тоже, если вдруг кто-то захочет посмотреть семинар еще потом, то у него будет доступ к этому семинару. А еще я хотела бы попросить Виолетту, может быть, она скажет что-то от Малецкой школы. Виолетта, она здесь где-то? Да, я здесь. Хорошо, Виолетта, вам слово. Спасибо, Виола. Но сегодня я получила такое задание, что должна представить Йонаса. Могу я сейчас? Да. Ну вот, хорошо. Так, Йонас Ваишбунас, литовский атнастроном, физик, музейный работник, заместитель председателя Совета Позащития, этнической культуры и укштыки, основатель и главный редактор национального интернет-портала знаний и образа жизни АЛКАС. Он также является лидером в Шинной Балтийской верой Ромова. Йонас опубликовал более 40 научных и около 400 научно-популярных статьей. И сегодня он продолжит серию семинаров «Древо жизни» и расскажет о проявлении дерева как образа первобытных сил в современной этнической культуре. Вот так у нас очень хороший лектор сегодня и всем успехов в этом семинаре. Йонас, что я еще должна была сказать? Спасибо, Виолетта, большое за выступление. Потому что вас я не очень хорошо расслышала. Что происходит со звуком? У меня камера постоянно падает, я не знаю, слушаю или нет. Я думаю, мы можем уже начать слушать Йонаса, всем будет интересно. Йонас, вам слово. И еще хочу сказать, что у Йонаса очень прекрасный голос. Я думаю, что мы будем наслаждаться не только содержанием, но и слухом. Потому что Йонас в ваших руках. Уже можно начинать? Да. Язык нас соединяет. Я говорю, я как понял, буду говорить сегодня на русском языке, да? Да. Чтобы вы все поняли. Так язык очень важная вещь. Мы могли бы видеть один другого, но ничего у нас в голове не возникало бы. Так что сегодня, когда мы будем говорить на тему образа мирового древа, так тоже, наверное, нужно начать с языка. Объясниться, что не все можно так хорошо передать на русском языке, если картина мира или образы, которые представляются в данной презентации, они основаны на этнических или этнокультурных основах. Значит, язык передает миропонимание, слова у нас создают ощущения, ассоциации и так далее. И они могут быть разные, в разных языках разные. Так что мне довольно трудно всегда, я даже прячусь иногда, когда приезжают англичане, и не только потому, что я плохо владею языком, но и потому, что вообще невозможно. Это как поэзия. Переводить поэзию нужно специально жить на этой сфере. Так что это очень трудно. В данном случае очень многое можно было сказать довольно коротко о теме, о которой будем говорить на литовском языке, ибо подыгрывают слова. И вот переводил я название «Пасавлю мяджо галя» или «Power of the World 3» на английском. Но на латышском я даже не знал, если на английском «power» это «галя», я не знал, как даже на латышском перевести «галя», «вар», «вара» или «спек», «спека». Там разные слова и, наверное, разные ассоциации смысла. Так что сегодня будем говорить о «галя». Галя – это мощь, это то, что физики называют «п» буквой, обозначают это, наверное, на английском слово «power». Это то, что дает силу. Но это не сама сила. Сила – это уже потом, когда мы… она в нас. Но то, что внушает силу – это мощность. И мощность мирового древа. Я до этого в лекции с вами уже беседовал о мировом древе, показывал образы мирового древа на прялках, разные в народном искусстве. И я сейчас немножко даже путаю, что я сказал, что не сказал. И, наверное, будет повторение тут. Но начать хочу со снов, о которых я действительно еще не говорил. Вот в образе слова передаются первичные смыслы, первичные ощущения древнего человека. Если мы будем говорить о древе, так и о его образе нам нужно понять первичные, даже дословесные ощущения, из которых потом возникают слова и термины. Скажем, если человек немой, он не может говорить, но он воспринимает мир, воспринимает образы. И вот эти образы при помощи восприятия или какие связи человека между этим объектом и формулируется первичный образ. Скажем, можно задать вопрос, что значит топор? Что значит топор? И от налога любой человек ответит, ну что-то может значить, чего-то не значит. Никто не скажет, нужно исследовать в какой-то культуре, там у них что-то значит, у других может другое. Но вот я скажу, что есть образы, которые значат во всех культурах. Иногда мы не понимаем, почему китайская, балтийская или другая культура имеют те же какие-то мифологические мировоззрения, те же символы. И мы говорим, как это странно, может были доисторические связи какие-то, о которых мы не знаем, и это общее наследие. Оказывается, что вообще первичные образы, они возникают просто как образы восприятия человека и как это действует на человека, этот объект. Огонь действует одним образом, вода другим, дерево, камень совершенно иначе. Так что человек воспринимает вот эти чувства, которые потом только выражает словами. Между прочим, мы все время, сначала чувства, если ты говоришь словами без чувств, я не знаю, это что, предвыборная компания, наверное. Но если у тебя чувства сначала, потом ты слово подбираешь, тогда у тебя получается связь сердца в сердце и умовун. И вот древний образ древа, мы можем сейчас представить, какие первичные значения, которые любые люди воспримят древо. Вот в литовском есть слово поголис, такое слово, поголис. Я не знаю, как это по-латышски будет, это палка по-русски, но если перевести, чтобы вы все поняли, что значит поголис, это часть древа, ветка скажет, берешь часть, ветку в руке, как палку, да, это поголис. Так по-литовски поголис, перевожу на русский, по частям слова, значений, по, это по, по, да, предлог. Голис, голя, это мощь, помощь, перевел на русский язык слово поголис или палка, помощь, не палка. Если я говорю палка, мне не получается объяснить, о чем речь идет, о каких первичных образах. Так что поголис, это первичный образ, это пал, помощь, помощь. А что такое мощь, вы знаете, это пауэр, это вара, это голя, о которой мы говорим. Так что одна из первичных помощей человеку была деревянная палка. Понятно, что человек, когда уже у него рука приобретает вот такую форму, что он может взять ее, не каждый животное же возьмет. Моя собака не берет, и другие, и даже обезьяна не может взять палку. У нее пальцы, наверное, вывернуты. Человек может взять палку. Вот когда он берет палку, он получает мощь дополнительную. Это первое медиа. Вот мы сейчас говорим медиа. А что такое медиа? Это продолжение силы человека, мощи человека. Человека рука такая, взял палку, уже рука у него не метр, а два. И в конце палки там еще утолщение. Он имеет орудие, которое уже его ставит над природой, над зайцами, я не знаю, мамонтами и так далее. Вот когда он это делает, он обретает дополнительную, первичную мощь. Он еще не умеет. Не умеет еще огня. Он извлечь может из этой палки. Представляете? Мы говорим каменный век. Но можно представить, что до каменного века, когда человек еще не мог, ну мог он взять камень и бросить, но он не мог с ним еще орудие какое-то сделать. Первичное орудие, иронти спалитовский, это что берет, иронти значит, что в руке. Первичное, что в руке у человека, можем представить, палка. Конечно, он может поднять камень, может взять кость животного, и это он делает, но первичная мощь у него начеловеческая, природная мощь, которая он продолжает свою физиологическую мощь, это палка. Я сейчас пытаюсь передвинуть слайд, но у меня почему-то тут не получается, он не перескакивает, так что... Ай, вот, перескочила. Первичный человек, вот он, первичный человек, видите, вот он, это мы. Вот первый человек. Почему я говорю человек? Пока он не взял эту палку в руку, он не человек. Он как и другие, голый, у него только тело, он ничего больше не может, у него физиология, и она конечна. А вот палка уже продолжает, она бесконечна. И можно еще несколько бегло сказать примеров, что дальше, что дальше, когда он эту палку имеет в руке. Он потом уже может вот с этими палками вот что сделать. Видите? Это первичный какой-то козерог падает в яму, а там палки уже заостренные, а тут летят в него полены и так далее. Вот так, вот такая мощь у человека, что вот это животное, которое преодолевало очень спокойно человека или их толпу, оно сейчас уже все. Первичная мощь в палке, можно сказать, в конце палки даже, потому что палка обострялась, и конец, наконечник, острый, значит, мощь в конце. Литовское слово голя, пауэр или вара, да, по-латышски, если я правильно произношу, голя, то же самое слово, если в литовском языке вы будете слышать голя, значит, конец. Конец. Значит, в литовском слове воспринимается, если человек слушает слово, если он чувствуется в словах, смыслы, в ассоциации, что палка это мощь в конце. Ну, в конце, мощь в конце. И потом уже очень много слов из этого происходит. Везде, когда говорится о мощи, используя слово голя, например, ауголос, аукти и так далее. Даже я не буду сейчас на языковом уровне продолжать ассоциации, но хочу сказать, что в данном случае откуда такое ощущение возникает, что мощь в концах. Посмотрим на человека. Человека в конце руки, да, кулак, вот это конец, тут мощь. Палка продолжает этот конец дальше. Все наши концы, на некоторые из них даже стыдно показать, они передают мощь человека, мощь голова и другие ноги и так далее. В конечностях мощь. И в языке это очевидно, в литовском, в крайнем случае, языке это сохраняется, что мощь в конце. Значит, дерево, когда человек имеет, тоже мощь у него в конце. Ветка-то длинная, палка-то длинная, но мощь в конце. И там в конце тогда человек этой палки, он уже начинает думать, как еще ее усилить. Вот видите, скажем, в данном случае эта палка в конце привязана, в конце привязан обостренный камень. Ну, наконечник сейчас копья называем, да. Так, первый человек, камень, мог брать в руки, у него в руке есть камень, он его привязывает жилой животного к концу палки и получается еще усиление мощи. И когда рука уже имеет такое, и может не только ткнуть ей, но и бросить ее, значит, она продолжает мощь человека уже на довольно далекое расстояние. Сейчас можем представить дальше, что делает человек с деревом. Он из дерева, поскольку мощь в концах, да, в концах мощь, ну, представление, в конце, острие. Палка имеет два конца. Человек, я тут слайда не имею, лука, вы представляете лук, он сгибает по конца два палки, в которых в конце голя, в конце голя, power, сила, мощь, вара. И он соединяет эти две точки вары, силы, жилы. Когда берет третью палку, и эта палка уже летит, ну, сто метров. И там где-то уже этот животный или враг уже падает не живой. Вот это первичные медиа человека. Конечно, слово и так далее, это тоже медиа, он слышит его далеко, он продолжает. Он кричит, наверное, слово тоже, уже голос какой-то есть. Но вот вещественная сила, это палка, в конце которой в данном случае уже камень, обостренный камень. И мы говорим о каменном веке. Мы говорим о каменном веке и всегда должны иметь в виду, что до каменного века должен был быть деревянный век. Когда еще человек камень только мог взять и бросить, но не мог его обработать, обострить и так далее. Уже обострял он в конце палок. Палок. Помощь, помощь. Не то, что поголись, помощь. У него это первая помощь, эта палка. Если, конечно, ему кто-то подстрелил ногу, он эту палку возьмет, как продолжение силы ноги. Пойдет с палкой, значит, не бросай палку, она тебе понадобится, когда будешь старичок. Она все время увеличивает силу. Это не только копье. Вообще возникает впечатление, что вот древо полно силы, и оно своей силой может дополнить малые силы человека. Вы знаете, извлечение огня из палки, из дерева. Это тоже тот же процесс. Опять же участвуют в этом извлечении. Первичные способы это думается, что было просто одно дерево, другое труб. Или крутят вот дерево в дерево, и оно загорается. Другое это, когда камнем извлекают искру, и дерево или плочки какие-то загораются. Еще есть один упомянутый способ литовской традиции. Это Матеус Преториус, один из наших первых, можно сказать, этнографов, в Малой Литве записывал знания местного населения. Он говорил, что, записал, что жюрицы говорили, что есть сорт дуба, который может загореться мокрое дерево. Если срубил зеленое дерево, знаешь, каким камнем постучать в него, говорилось о синем камне, постучать в дерево, и воспламеняется дерево. Вот это дерево, говорилось, имеет в себе огонь очень большой, дуб, и очень осторожно нужно обращаться с этим деревом, потому что эта деревесина загорается при ударе камнями. Жюрицы говорили и не советовали, предупреждали, чтобы не делали дом, порог, там дверь. Ну, не использовали в строениях, ибо все сгорит. Так и случилось, там все сгорело. Так что человек приобретает впечатление или образ, что огонь есть внутри дерева, что его просто нужно оттуда извлечь, и он появится. Так что дерево имеет еще одну мощь, не только продление физической силы человека, чтобы он мог им продлить свои малые силы в пространстве, но и само испускает из себя огонь, тепло и свет. Вот это впечатление очень большое, потом уже тоже все время, долгое время дополняет образ мощи дерева, но это позже. Самое первое еще, когда человек не мог огня, еще не умел огня, он уже использовал палку как помощь в этом смысле, о котором я говорил. Это, знаете, 3-4 миллиона лет тому назад, каменный век, говорят, начинается. Ну, да, можно думать, что до каменного века еще был еще, может, какой миллион или несколько миллионов, я не знаю эту эволюцию, так никто еще ее очень точно годами не оценит. Ну, огонь по разным, так полтора миллиона тому назад уже, в каменном веке, человек извлекает огонь. И тогда он обретает уже, конечно, большую силу над природой. Вот такой человек уже, уже владыка, можно сказать, природы. Можно представить палка в правой руке, в данном случае как бы факел, да, он в правой руке, а может быть просто топор или копье, а в левой руке камень. Так мы получим короля, который владеет населением, народом, государством, миром, у которого скептер и яблоко. Вот этот образ, архетипичный образ потом путешествует даже до современных времен, когда какой-то ректор сидит у него, тут скептер, а тут еще какое-то яблоко. Они не понимают, о чем речь, но это первобытный человек, тут у него копье, палка, а тут камень. Если хочешь, как дам камни по голове, а палкой тоже, и я владею вот и животными, и племенем. Конечно, вот можно показать, что мы знаем, что не только дерево, но и кость использовалась, оно тоже потом и с камнем соединялось и так далее. Это параллельный мотив кости. Вот кость в данном случае в Литве имеем очень старый, 13 тысяч лет, это самый старый экспонат археологический в Литве, 13 тысяч лет, топор, топорчик, который археолога в руках, из кости олених-рогов. И так что если встретиться в фольклоре, в народной культуре, связь олених-рогов с деревом, с ветками дерева и так далее, мотивы, это вот они и встречаются через эти общие связи. Это тоже помощь человеку, это тоже топор, но он из рога. Конечно, такой топорчик труднее иметь, он уже очень трудно, нужно убить оленя, тогда снять рог, а чем убьешь оленя, пока этого рога не имеешь, или нашел какой-то рог, а дерево всегда под рукой. Так что дерево первичное, наверное, и дорога, вот мы видим, дорога, перед рогом еще было дерево, и вот мы видим вот эти первые инструменты, когда человек соединяет дерево с камнем, соединение дерева и камня, в данном случае это кремень, по-латынский китнагаз, я не знаю, как по-латынски, китнагаз, это синий камень как раз, ну он бывает из разных цветов. И что? Палка и жила животного, шкура или жила животного и камень. А тут я уже перескочил, потом человек камень заменяет медью. Медь это первый металл. Медь в данном случае, она также соединяется с палкой, просто вместо камня мы имеем тут медные наконечники. Это уже поздний каменный век, это уже не алит, это уже приближаемся к эпохе металла, не камня. Каменный век уже подходит к концу, приближается к конец каменного века. Но принцип тот же самый. Что я хотел сказать на этих примерах? Очень много еще можно там говорить о этих типичных вещах. Вы поняли, что это не зависит. Латыши, это китайцы, это люди, которые распространились, например, из Африки, как думаете, и так далее. Это первичное население, эти образы, они идут во всех людях. Они уже вросшие в натуру человека. Когда человек из животного превращается в человека, существо из животного превращается в человека, у него значение первичное внутри есть. Камня, дерево, понимаете? Первичное. Огонь тоже. Это первичное значение. Так что вопрос, что значит дерево, что значит камень, что значит огонь, и другие вопросы. Топор, что значит? Они без никаких. Мы привыкли, что значение, когда мы определяем значение, это знак. Знак это то, что мы берем, показываем и говорим, вот это будет значить такую идею. Вот это значит то. Вот это значит то, а это значит то. Это знак. Мы определяем. А кто-то договорится наоборот. В данном случае никто ни с кем не договаривается. Вы понимаете? Так что я ввожу, я не знаю, я искал. Есть вроде бы такие, это не я первый, но я это ввожу в исследование культуры и предлагаю использовать значение первичных образов. Это не то, что самое, что Карл Густав Юнг, известный психолог, назвал архетипами. Архетипы, может это как-то сближается, нужно было бы исследовать, сравнить, но первичные значения... Это не то, что самое, что архетип. Архетипы это уже психологические такие структуры, которые... Но это похоже. Психологические структуры, которые в человеке при определенных обстоятельствах вызывают определенные реакции, определенные образы. Это не список значений, то-то значит то, но человек просто реагирует так и в смысловом контексте, и в других реакциях на окружающую среду, как реагировали до него жившие люди. Это тоже связано с архетипами. Это первичные образы, которые потом идут в наших мифологиях, в наших культурах, в народной культуре до теперешнего дня, которые уже потом обрастают интерпретациями рациональными, когда человек уже объясняет и приопределяет какой-то текст, рассказ, камню, дерево и так далее. Он дополняет эти первичные образы ему нужными смыслами. Ну, я в данном случае показываю слайд, в котором я хотел показать, что первичный образ дерева и камень, я думаю, что они дали первичный образ святилищу древнему, природному, языческому сейчас говорим. Хорошо, русское слово тут очень хорошее. Языческому. Язык... О языке мы начали говорить, что язык передает образы, и у каждого есть язык. И вот языческий образ первичного святилища было бы камень, святой камень и святое древо. Потом уже можно говорить, а где оно в пространстве, на горе, у воды и так далее. И огонь, наверное, будет тут посажен вечный и так далее. Вот эти образы, но первичный образ это камень и древо. И вы видите в данной фотографии, я подобрал ее случайно довольно, как бы это такой натуральный космический топор. Вы видите? Вот тут топор, внизу камень такой, а там растет дерево. Вот если проекцию смотреть, это же топор. С неба опустился топор на землю, да? Ничего себе, с неба на землю топор. Откуда тут? Чей это топор? Наверное, Бога высшего топора. Вот можно такие рассказывать, уже такие ассоциации, и почему это трепету вызывает у человека. Это же человек так с человеком делался. Когда его предки вот этот камень подняли и подняли вот это дерево, в руки взяли. Себя взяли в руки и начали изменять природное окружение. Началась цивилизация, Бог начался и так далее. Животного Бога нету, вот человек, это все начинает вокруг себя культурное, сейчас уже промышленное мы называем. Промышленное это, чтобы вымыслить. Человек придумал, этого не было. Но что вы делаете, этого нету, говорили в неолитии, когда молодые люди, не уважающие древнюю традицию, взяли и начали лепить из глины горшки. Так говорили старцы, конец света, они приняли образ богов и начали создавать вещи, которых до этого не было. До этого мы только подтачивали уже существующие вещи, камень, там дерево немножко и кто-то. А тут пришли такие хулиганы, молодцы, говорят, что мы, люди каменного века, будем жить, как там какие-то первобытные. Говорят, у нас вот глина и мы сделаем горшки. Хватит в шкурах варить суп, бросая накаленный камень туда. Это революция неолита. Вот тогда и все пошло на смартфон. Сейчас уже это постмодерная революция, когда все уже меняется. Оно началось неолитой. И тогда, наверное, возникло это. Несвятые жгут горшки. Так вроде бы говорят, я по-литовски, не швенте и жеджа подост. Несвятые изготавливают горшки. Есть такое высказывание, ну жгут или как это делают горшки? Почему не святые? А мы делаем. До этого делали только боги, вещи там, которые в природе, вокруг нас, это божьи творения. А вот человек берет и делает, чего не было до этого. Я думаю, керамика, вот это, керамика как раз это революция. А тогда старцы говорят, лучше уж не жить на свете, видя, что идет весь свет уже. Страшно, что делается. Начали люди, как бы в геном сейчас. Если в геном наука идет, изменяет генетику человека, тоже, ох, что они делают, это же природное было, там ничего нельзя изменять. А вот люди начинают. Ну ладно, так сейчас я еще хочу сказать, что связано с моей деятельностью. Я этноастроном, представляют меня так. Иногда возникает вопрос, что это такое. И я вот в этом месте, которое я показываю, видите, там вдали такие, там этнокосмологические центры, там модернные уже железнобетонные деревья растут на небо и телескопы там стоят. А тут возле обсерватории воссоздан такой круг из столбов. В данном случае столбы не такие архаичные, а тут уже топором обработаны. И вот эти столбы тоже, можно сказать, что в этом месте, когда приходят посетители, я рассказываю, говорю о древнем мировоззрении, не только балтор, но вообще человека. Мы говорим тоже о палке, о помощи, о столбе. И уже говорим тут в конкретном другом направлении. Не просто как человек огонь воссоздал, как свои силы увеличил при помощи дерева, но в данном случае я говорю, о как столбик дал человеку возможность теоретически мыслить и понять не только пространство, в каком он живет, но и время. Вы понимаете, древо оказывается тоже первичным источником или как наглядным пособием для древнего человека было при понимании, при создании картины образа пространства и времени. Вот очень впечатлительно пространство и время. Как бы космолог, этноастроном, который говорит о пространстве времени, мы сразу представляем Эйнштейна, ну какие-то такие вселенную. А у древнего человека вселенная, это была его самая близкая окружающая среда. И вот когда человек при помощи, при помощи помощи, из палки я помощи называю, при помощи помощи начинал наблюдать движение тени, он сотворил измерительный первый прибор. Я думаю, что это первый вообще прибор. Если топора не называют прибором, это физический, как теоретический прибор, который как компьютер уже дает абстрактное понимание чего-то, это тот же дерево, та же палка. Вот палка, которая бросает тень. Конечно, можно без палки смотреть на солнце, восходит солнце. С одной стороны, да, мы говорим уже тогда о времени утра и о пространстве восток, ну пространственные координаты у нас есть, когда солнце восходит. Тьма уходит, солнце восходит, мы получаем пространство. В ночь о пространстве говорить сложно. Ну звезды, там другая речь. В данном случае солнце восходит и пространство открывается. И вот восток, солнце высоко, мы говорим юг, да, и время полдень, солнце садится, и мы говорим запад, и пространство это запад, управление, и говорим вечер. И потом солнца нету, но четыре деления времени. По-литовски деление вот эти маты называется, это интересное слово, которое сматите, это то, что видит человек. Вот эти видения, четыре, я тогда перевожу так матой, четыре видения человека дают ему понятие четырех важных точек времени и четырех направлений в пространстве. Мы сейчас живем в таком пространстве. У нас эти четыре направления света и четыре части суток. Откуда? Это движение солнца. Человек, который живет в природе и у него в руках мощь, помощь, только палка, камень и вообще больше ничего, представьте, да, ему этот короткий день светлый пробегает очень быстро. Он должен его разделить на участки, это время. И каждую работу свою поместить на какой-то сектор, чтобы все успеть. Только раз и вечер уже пришел. В его голове должны возникнуть деления времени более мелкие, чем утро, обед, полдень и вечер. Он должен это как-то... И как он это может? На солнце смотря, на небе же не обозначишь этих координат временных, ну и пространственных, да? Так что он когда-то начинает понимать, древний человек, что палка, воткнутая землю, или растущее древо, или столб, бросая тень, дает возможность на земле проектировать на землю движение солнца по небу, понимаете? Движение солнца на небе, но при помощи тени проекция на земле дает ту же кривую, ту же линию, ту же сферу, которая солнце проходит на небе. И высоту, длина тени, и направление, направление тени. Мы имеем первые, ну сейчас понятно, совершенно элементарно, это солнечные часы. Так сказал и улыбнулся. Ну для первобытного человека, который только несколько миллионов лет тому назад был животным вообще. Понимание такое приходит, это как открытие совершенно, не знаю, больше, чем Эйнштейна или там Ньютона. Это такие, жаль, фамилии не знаем, или имен этих людей, нужно было бы им дать почесть. Вот они создают солнечные часы. И это удивительное продолжение мощности древа, образа древа, что древо в данном случае дает понятие пространства и времени. Оно становится как бы центром, вокруг которого хружится свет. И оно еще более впечатляющее, как это сказать, дополняет картину мира или светилище, в котором растет дерево, камень и до такого. Так что вот этот в данном случае воссоздан мною и моими коллегами в круг из столбов. Это как наглядное пособие, чтобы показать способ, как при помощи древа, палки, при помощи люди определяли время. Но я рассказал только о одной палке. А тут вы видите очень много их. И это уже другое, другая часть. Потом ум человека движется к такому, что при помощи дерева, он может сделать календарь. Я только сказал о солнечных часах, это время суток. Очень важно, нужно пока светло сделать все успеть, но очень не можешь работать. Так что очень важно делить мелкими участками время суток и определять работы. Ну график создать, как у нас сейчас график. Первый час тот делаем, потом обед. Чтобы расписание, даже по-литовски генотворьке, это порядок дня. Чтобы привести в порядок время дня. Чтобы каждое деление соответствовало какой-то работе, и вечером все будет сделано. Понимаете, это средство выживания. Сейчас время дендия, тогда само время было выживанием. И по литовски лейкос, слово латышский лейкос, значит, это выживание. Видишь, чтобы человек мог выжить, он должен считать время и вовремя совершать то, что он наметил на день. Ибо ночь, вечер приходят быстро. То же самое мышление переносится на времена года. Это в нашей-то сейчас зоне, где мы проживаем, у нас зима. Вот сейчас только что прошло полузимие у нас. 25 января полузимие называется. Когда люди бегут считать дрова. Пол использовал дров половину или больше. Если больше, можно будет поберечь, чтобы хватило на другую половину зимы. Так что время очень было важно, природное время, времен года. И вот возникла нужда создания календаря. И календарь тоже создавался при помощи древа. Вот помощь древа, при помощи помощи пагалю, древа. А как это создавалось? Если солнечные часы, время светлого времени суток измеряется при помощи тени, так время года измерялось при помощи направлений, обозначений направлений на восходы и заходы солнца над горизонтом. Каждый день оно проходит свой путь, но восходит и заходит в ином месте горизонта. На горизонте делений нет. Человек совершает маркировку деления направлений на восходы и заходы солнца. Это очень важно, чтобы мы поняли, а как мы понимаем, воспринимаем время года. Изменю слайд, там, наверное, будет показано. Тут показано, вот на правой стороне вы видите восходы. На правой стороне, кажется, если я правильно говорю, да, петус. А нет, на левой стороне вы видите восходы солнца. В данном случае на правой стороне заходы. П, Ж, там, вверху, это юг и север. Юг и север. П, юг, Ж, север внизу. А на левой стороне, Р, это восток. А на правой стороне, В, это запад. И вот если мы смотрим с центра на направление налево, на восход солнца, так мы увидим восходы солнца между вот этими крайними двумя. Я не знаю, вы видите, я показываю мышкой компьютера. Вот между этим и вот этим направлением. Он вот, угол очень большой, 90 градусов. И вот если палками потом обозначать межпосредственно, это между вот этими направлениями, когда солнце проходит тут любое время года, можно создать направления и деления временные, которые уже будут зачатком календаря. Это солнечный календарь. И, конечно, его границы, каркас его, вы видите, обозначен. Это когда солнце восходит на северо-востоке, это близко к северу, это Расошвенте, Лиго, астрономическое летнее солнцестояние. И когда солнце восходит в направлении юго-востока, это направление на и время это зимнего солнцестояния, или солнцеворота, когда солнце здесь восходит. Так угол 90 градусов в нашем, в нашей географической координате, где мы проживаем, очень большущий, дает возможность и межпосреднее направление тоже обозначать. Ну, среднее направление, все знают, что это аквиноксия, это равнодействие. И вот эти палки, сейчас получится, что очень-очень много палок. Ну, сколько мы поставим? Вот должен обратить ваше внимание, что мы тут не выставим 365 палок. Почему? Потому что вы все знаете, что солнце от этого столба, от этого древа, от этой палки пройдет по направлению от летнего солнцестояния до зимнего за полгода. И потом полгода оно возвращается назад. Поэтому направление на восток, где солнце восходит во время весеннего равнодействия, оно восходит и во время осеннего равнодействия, Ибо проходит это направление в разных направлениях два раза в году. Понятно, наверное, да? Это угол 90 градусов. Значит, если человек будет создавать календарь, палки тут, столбы при помощи палок, при помощи помощи ставить вот эти палки сюда, у него будет календарь 182 или 183 дня, да? У него такой будет календарь. А как это возможно? А то, что каждый день, вот в данном случае будет значить две даты, как и дата равноденствия, она значит две даты. А какая дата, это куда солнце, или в ту сторону идет, или в эту сторону. Значит, представляете, календарь симметричный, очень интересно. И я не нашел при своей занятости, времени исследовать современный наш календарь или народный календарь, или народно-христианский календарь на образ вот этого симметричного принципа. Я думаю, поскольку природные явления симметричны, вы понимаете, у нас же симметричны природные явления. Если у нас птицы прилетают на этой дате равноденствия, так осенью они улетают. Если у нас природа возрождается, так осенью она обмирает. И вот эти все симметричны. В природе все симметрично. Так что календарь должен быть тоже симметричным. И вот когда мы обозначаем направление на восток и потом можем еще повторить это же направление на запад, получается круг из столбов. Это как бы Стоунгенш. В данном случае вы Стоунгенш хорошо знаете. Он хорошо представлен в прессе и везде. И там стоят камни. В данном случае я показываю структуру из столбов, из дерева. В Литве тоже есть строение Берутя-Скалмас-Палангуэ, на котором археологи думают, что такое строение было. Там найдены концы столбов, которые в направлении моря. Очень хорошо море, ровная линия в горизонте. Обозначали азимуты захода солнца во время разных календарных дат. Значит, мы имеем столбовое строение, которое, если тут внутри совершается ритуал, как в Стоунгенше, горит вечный огонь или происходят какие-то обряды, так структура самого строения дара, в данном случае деревянного, уже служит как средство для определения календарного времени. Жрецу, ведуну, который сохраняет знания племени или народа, не выходя из святого места никуда, бережет вечный огонь. И в то же время он коллекционирует, собирает знания о движении небесных светил, в данном случае солнца, и уже создает не солнечные часы, а календарную систему, которая потом служит для нас и сейчас. Вот вы видите, самая первая помощь – это палка, а там, что в Стоунгенше сохранилось, это камни, это та же древняя структура. Значит, камень, в данном случае, это дерево, они дают человеку календарь, понимание времени и пространства. Пространство, тоже тут можно говорить о пространственных направлениях, четыре стороны света оттуда и другие направления, которые очень важны для сегодняшнего века уже. Уже это в компьютерах идет и так далее. Так, что тут можно сказать, что… А, вопрос еще такой, нужно ответить. А как эта система, вот этот прибор перешел в конце концов в наши руки, как орудие, орудие, иронис, то, что в руках человек делает, что не нужно бежать и на столбы, и смотреть, где заходит, восходит солнце. Мы можем время сейчас определить при помощи бесчестного календаря, который у нас, скажем, в мобильном телефоне или книге, или там картинке какой-то. Так вот эта проекция потом переносится, просто переносится на вот эти вещи. Как сказать, сначала наблюдение на природу, реальные явления солнца, направление, а потом уже эта табличка в руках человека. Можно представить, опять же, эволюцию очень просто. Если человек стал бы в этой конструкции, смотрел бы направление востока, например, и взял бы горизонтально палку, да, так эти направления на восходы солнца он мог бы не столбами, а на палке в этом интервале обозначить как линейку, отрезки, черточками. Знаки, которые обозначают время, если они там на столбах уже высечены, он может перенести на эту палку. И мы имеем жезла в руке у человека, палку, которая уже не для того, чтобы ударить, не для того, чтобы ткнуть, но для того, чтобы понять, рассчитать время и выжить. И тоже выживание. Там выживание, когда ты бьешь мамонты или полешь кому-то в живот, а тут выживание, ты время оценишь, и у тебя, если в каменном веке человек живет 30 лет, у тебя очень мало этого годового тоже времени, и ты должен все успеть, и все сделать сам. Так что я показал, вот это, мне это самое интересное, когда палка, первичный образ переходит в астрономический уровень, получается прибор, календарь, вообще космологическая схема, из этих же наблюдений. Я тут не привлек слайда, но у меня есть, могу показать, что значит вот эта первичная розетка потом, знаете, части лепестковая, которая потом изображается на разных орудиях древнего человека, и сейчас в этнографических фольклорных источниках, везде у нас экспонатах. Это вот те же направления, которые человек установил при помощи вот этого метода. Они потом уже рисуются, вычерчиваются и так далее, и так далее, и становятся в конце концов образами, даже сейчас воспринимаемыми как народное искусство, орнаментикой. Мы говорим орнаментика, по-литовски еще говорим, что это рашты, что это письменность, да, раштас по-литовски может быть на одежде, может быть на дереве, как орнамент, и раштас, и письмо в книге. На литовском языке это пока одним же и тем же словом по традиции обозначается, ибо это образная передача смысла, понимания, до которого человек рос очень долго, от этого первобытного человека. Это записалось, можно так сказать, читалось, и сейчас мы уже это иногда не умеем читать или не хочем читать, говорим декорация. И когда говоришь слово декорация, не латышская, не литовская, это уже, я не знаю, как это называется, только для красоты. Да, это красиво, это очень красиво, ибо красиво то, что позволяет человеку выживать, позволяет человеку быть сильным, здоровым. Это очень красиво. Все, что человеку мешает, выживает. Страшно, некрасиво, жутко и так далее. Вот отсюда и декорация получается. За декорацией прячется первичный забытый смысл. Таких декораций, сейчас мы, тут слайды нетрудно такие уже привести, не нужно фотографировать первобытного человека. Наши этнографии очень много. Все наши орудия труда, весь наш быт в XIX веке, в начале XX века, а сейчас уже в музеях это все, всегда вас провождались вот этими первичными образами. И вот вы видите тут первичный образ. В данном случае тоже декорация, это уже какой-то вазончик, там есть какой-то цветочек. Но это образ мирового древа как такового, где вазончик – это земля, где вертикальная ось – это ствол, и где потом уже лепестки, могут птицы садиться и так далее. Этот образ потом переходит на разные плоскости, на разные поверхности. Очень красиво нужно смотреть на них и понимать, что тут обозначается. Вот даже в данном случае я хочу показать вам, вы видите, что тут. Вы видите, это кроительная скриня, это, я не знаю, как по-русски, это ящик, в котором приданная невеста, и вообще там все ложилось такое дорогое, купорос, еще говорят по-литовски. В Индии я сказал это слово, не дознаем, кубейра. Кубейра – это такой бог, который в ящике сохранял все блага, речка народа, людей, блага. Купорос или кроительная скриня. И вот видим на нем из профиля, когда смотрим со стороны, мы видим, что мировое древо, кубок – это земля, из которой возрастает древо, потом идут направления разные, и там птицы и так далее. А что мы видим вверху? А мы видим тут проекцию сверху. Вот представьте, что это мировое древо вот растет так, со стороны. Теперь мы поднялись на небо, туда высоко, и что мы видим? Вот верхушка этого древа, вот этого, там птицы сидят. И потом видим четыре стороны направления, на четыре стороны света сверху уже видно. Древо так и бросает тени в этих направлениях. Это же древо нам когда-то, оно тень его и дало понимание вот этих направлений. Они не только пространственные, но и календарные. Совершенно ясно, что тут солнце будет восходить только один раз в году. Другие года она пойдет тут, а потом тут опять возвращаться. Вот эти направления не те направления, в которых современный человек мыслит восток, запад, север, юг, ибо это фиксированные направления, межпосредние, а крайние направления в движении солнца. Когда лето, когда зима, понимаете, вот этот образ просто он тут есть. И просто можно сказать только красиво. Ничего тут образного такого нет. Но когда ты знаешь, как эти образы возникли от первобытного человека, от первобытного существования, от первобытного сношения человека с древесиной, с деревом, ты понимаешь первичные смыслы вот этих картинок. Потом можно рассказывать разные сказки. Можно говорить о трех королях, христианских образах. О чем хочешь? Хочешь добавить эти образы. Но они первичные, значит, то, о чем мы начали сначала. Первичный образ древа, который для человека. Ну, в общем, как медиэна по литовски мядис, между прочим, не сказал, что слово значит. Корень мяд – это тот же корень, который говорит материя, матер. Ну, и в других словах, как в пьесе, медейра, матер, материя – это первичное слово, которое обозначало древесину. Первичная материя, первичная меджага, материал первичный, из которого очень легко человек для своих нужд что-то изготовляет, дополняет свои силы, свое выживание, воссоздает себя. Это было дерево, и материал мядис стал образом матер, материя, даже мать. Первичная мать – это дерево, это мать – дерево. Вот это очень старый образ. Ну, еще несколько слайдов, наверное, тут у меня их очень много, за много. Я просто покажу быстро, чтобы вы увидели, как это древо идет по всем обыденным предметам человека традиционного общества 19 века или половины 20 века, когда это еще было в нашем быту. Керамика тоже это очень красиво сохраняет. Очень красиво над керамикой можно найти образ мирового древа. Конечно, тут может возникнуть вопрос, почему повторяют за все время две птицы, что это такое. Но об этом тоже можно было бы говорить. Но если нужно, поговорим. А сейчас посмотрим картины. А, ну и я тут, вот у меня слайд. Смотрите вот еще раз на эти направления. И вы в этом слайде видите вот это шестилепестковую. Если я не покажу, а может, я покажу потом на графических предметах. Вот эти направления крайние, они и дают вот эти направления. Если юг и север тоже зафиксировать, так получим шесть основных направлений. Направление на восток и заход солнца в зимнее солнцестояние. Направление на восток и заход летнего солнцестояния. И юг, север. Это самая короткая тень. Это направление всегда обозначалось как счетное направление. И дает шестилепестковую звезду, которая потом... Вот, да, я тут тоже показал. Вот на прялках шестилепестковая звезда. Ну и что мы видим? Я об этом говорил в лекции до этого очень докладно, очень мелко. О значении вот этих концентрических кругов. Но в данном случае я повторюсь, что это вот первый круг с направлением на восходы и заходы солнца. Тут даже обозначен человек. Тищи летают, какой-то столб подстоит. Столб и тут ветки. Ну, жизнь человека происходит над этой плоскостью. Это земля. Другая плоскость с головой или сферой – это небо. И вот столб как раз в данном случае поддерживает это небо. Это мировое древо поддерживает небо. А там еще что-то. Там еще что-то. Так что по древнему представлению верхушка древа, верх древа, сама прялка. Видите, как древо? Вот это ствол, а вот это плоскость, голова прялки – это древо. Это само древо. Так что на древе просто человек вычерчивает мелкую вертикальную структуру космоса. Первый этаж, второй этаж. Второй этаж – это небо. Третий этаж – это то, что над небом. А что над небом мы все знаем. Это Бог, это рай, верей древних. Или сад небесный в разных мировоззрениях, где проживает небесное верховное, верховное на верхушке дерево. И разные образы, связанные с этим. Между прочим, знаю, вы поправьте или дополните меня, что в латышском материале я заметил очень интересное, что очень большие табу, связанные с верхушком дерево. Нельзя ломать, скажем, верхушку березы и так далее. Может что-то делать, но верхушку сломать – я не знаю. А почему? Вот сейчас ясно почему. Что если вы верховный, самый высокий, Бог там, ну так это и есть, он на верхушке мирового древа. Ибо конкретное древо, березы или там дуб, которого верхушку нельзя ломать, оно просто санкционировано, связано, как первообраз этого всего космического древа. Если там так, так и тут, так на земле нужно поступать. Это древний принцип, когда человек вот эти самые верховные уже свои божественные представления потом проектирует на наглядные пособия, которые вокруг нас, и с ними обращается тоже почтительно. Это уже этика, религиозная этика. Ну, на левой стороне тут показан, тоже из соломинок изготовляют такие вещи, как бы чтобы ваше внимание расширить, что не только на прялке, ну на прялке, что вот поскольку, ну на прялке-то все показано на плоскости, как небесный земной шар, если бы мы показали два полушария было бы, тут три полушария, и бара еще есть, не только земля, другая сторона света, небо, но и рай. Ну, если мы это так перенесли на горизонтальную позицию, получается вот этажи. Это та же самая, можно сказать, прялка, в данном случае, или картина, которая есть на прялке, в данном случае, видите, как она представлена, просто как три этажа, о которых я тут говорю. Так что смело можно говорить, что это не спекуляция, что это так они и видели, видели как дерево, видели как вертикальную структуру, на котором образ космоса, миропонимание света в образе дерева наглядно представляется. И можно только представить, что красавица, которая пряла тут с прялкой шерсть на это, вы представляете, что вот этих картинок она не видела? Шерсть прикрепляется на эти дырки, она такими деревянными, я как это скажу, копьями такими втыкала шерсть и пряла потом. И когда оканчивала прясть шерсть, открывалась эта картина мира. Можно сразу говорить, опять же, о образах, что из шерсти, из какого-то хаотического материала вот в таком случае воссоздается структура мира. Придет она не просто, чтобы она создать культурный образ мира, значит, и та сама одежда уже будет с этим связана. Снимаем вот эту, как это сказать, материю с этого, значит, образа мира и одеваем на человека тоже образ мира. Вот я хочу это сказать. Иногда прялка просто связывалась с человеком. Вот тут человека, на другой стороне прялки вот это и видно, что тут подсказка, что это вот земля, вот стоит человек. Не просто вот только круг, но это плоскость тоже, это фундамент. А потом вот эти два круга там тоже пуются над головой. Это очень красивая наглядная прялка. Другие тут примеры, наверное, у меня не убраны, так пробежим быстро, ничего я тут рассказывать не буду. А вот это, что я говорил, вот этот сразу же при помощи наблюдений в восходе из окон до солнца по отношению к древу или к столбу, к палке. Человек вот создаёт такую красоту, такие направления. Они отсюда спустились. Можно добавить ещё линии, да. Если посередине мы дадим линию, восьмёрка будет, восемь лучей. Понятно будет, почему. Потому что равноденствие тут не обозначено. Бывают и восьмеричные. Но самая элементарная структура – это шесть. Почему? Ну, можно бы сказать четыре. Тогда нужно было бы убрать север и юг, который, само собой, всегда обозначался. Четыре. И вот эти направления, они оригинальны. А другие, они межпоследние всегда. Выводимые из этих двух. Так что это очень древний архетипический знак. Он использовался не только в орнаменте. Его воссоздавали в ритуальных разных обрядах, в пространстве, на ритуальных площадах. Выкладывалось, обозначалось. Это очень старая структура. Бежим тогда, пойдём дальше. Ну, и тут просто я побегу. Тут у меня много было прялок. Отдельно я об этом говорил. Сейчас не буду это повторяться. И вам, кажется, я об этом уже рассказывал в прошлый век. Ну, так вот. Что дальше? Ещё не сказанное. Посмотрим. Ну, а, ну. Вот это меня впечатляет. Вот недавно я был на выставке. У нас в Утене есть такой полицейский. Он народный художник. И он изготавляет прялки. Современные. Даже в рамку их помещает, как картины. Вешает на стенках. Очень красиво. И мы с ним говорили. Я посмотрел его картинки. Все эти прялки. Я говорю. Там было ему 50-летие. Вот выставка недавно. Несколько дней назад. 50 прялок изготовленных. Я прошёл по ним. Ибо народные эти умельцы, народные мастера, художники, они тоже позволяют себе, ну, на уровне красоты куда-то уклониться, что-то дополнить, что-то изменить. И я посмотрел 50 прялок, и ничего не изменено. Я сказал совершенно уверенно ему, ну, вы даёте, у вас нету ни одной ошибки. Ибо я очень много времени тратил для исследования статистически. И в разный способ этих знаков, их распределение, классификация. И я понял структуру прялки, основную идею. И ни в одном из 50 картинок его, этих вырезанных прялок, я не нашёл ни одной ошибки. Он мне сказал, улыбнулся. Да, меня перед выставкой иногда просили, что ты что-нибудь там измени, поверни там на сторону, чтобы это была инновация в искусстве. У нас в проектах иногда это просит, чтобы это было что-то новое. Он говорит, я не могу. И я вообще, говорит, через меня это идёт, я просто, я не придумал. И там были такие архетипы. И вот самое интересное тоже по поводу дерева. Это же дерево, это же дерево. Даже на левой стороне вы видите образ прялки, нетипичный образ. И на правой нетипичный образ прялки, где уже появляются какие-то дополнительные мотивы. Но на левой стороне, я сразу говорю, вот это показана рыба, которая поддерживает землю. Там дерево, и там птицы небесные, рай. Так что то, что тут графически просто обозначено, только нужно иметь воображение, тут показано наглядно. Как бы расшифрован образ мирового древа, который на прялку проектировался при помощи геометрических, орнаментных, архаических символов. Взял человек, который знал, что там, и перевёл на наглядный образный язык, чтобы для каждого было ясно. Это же мировое древо, это мир. Земля держится на водах, на рыбе и так далее. В другом месте, вот на другой, видите, вот там небо, Бог, глаза вот у него. Они как-то странным образом сделаны тут из растений. Но это вот видно, антропоморфное существо. Это небесный наш отец. Вот такие вещи. Так что это архетипический образ. Ещё несколько прялок по сравнению с этими, которые у нас распространены, архаические, геометрические. Вот тут тоже расшифровка. Имеем остров, землю, поддерживается на каких-то камнях, а потом столб или древо, или столб. Как сейчас в народной архитектуре у нас эти столбы везде ставятся, с крышками. И потом солнце, небо, свет, небесный свет, небесный свод. И вместо звёзд свечки две, но луна и солнце в своём месте, а дом тоже там внизу. Так что это мировое древо, опять древо, мировое древо, на котором разрисовывается мелкая структура мира как такового. И самое интересное, что таких прялок только две-три, а все они геометрические. И вот больше человек не позволил ничего. Там нет ни тракторов, нет ни колхозников, ни каких-то обыдненных сцен. Всегда только сакральные, первичные символы. И вот несколько прялок, где-то кто-то хотел разъяснить для особенно прицеп тупых или людей, которые забыли первичный смысл, что это такое всё-таки там. Переведено на образный язык. А далее везде этого образного языка нет. Только можно видеть вот эти образы мирового древа в ритуальных древах, когда мы берём майское древо или в любой традиции индо-европейской или даже не в индо-европейской. Ибо я сказал, что образа старея, этнических групп народов, языков, они первичные, можем встретить в ритуальных, вот на площади городка, скажем, в Германии, это майское древо. Просто можно, ну, это же та же самая прялка или тот же самый образ, только не в образе прялки, плоскости, а в образе реального пространственного древа, но уже обработанного, обрезанного так, чтобы этот смысл был достаточно наглядно виден. Первичный смысл. Ну, можно, тут японские традиции такого древа, тоже космологические значения, все, о которых мы говорили, они в танцах. И разные ритуальные столбы, когда мы имеем, любой народ, где ритуал, неважно, в кое время года, часто это бывает весна, весенние ритуалы, в балканских народах, в слоганских народах, в разных народах. К весне вот это древо делается, ну, и в других ритуалах древо мировое всегда в центре есть, ибо все ритуалы происходили по древнему мышлению, в святом месте, из которого начинался мир, в сакральном центре. В его середине, как мы говорили, росло древо. Если еще камень там положен и горит вечный огонь, это первичные образы, которые доходят до современных дней, когда мы в Румуве и Девтуре, латышские тоже это делают, при древе, при дубе, при самом мощном древе, в котором является самый мощный огонь, значит, он имеет не только как материал, как помощь, орудие, но и как форма энергии. Электричество сейчас дорогое, а вот огонь дуба противодешевле, но дубов тоже так мало, что нельзя, наверное, уже топить этими дровами. Не потому, что мы обожествляем, потому что они исчезли. Ну, и вот везде эти, в разных народах, вот все, видите, тут ритуал, он происходит вокруг древа. Тут тоже немецкий, 17 век, картиночка из немецкого городка. Или вот это Англия, весеннее майское древо такое. Можно видеть прялку, можно видеть лиго, наше колесо, которое там поднимается высоко. Образы первичные те же, мировое древо. Мировое древо, в какой форме оно не воссоздается, всегда мы говорим о мировом древе. В данном случае еще майские столбы на правой стороне, это из Германии, а вот на левой стороне я показываю стогастульты. То есть, я не знаю, в Латвии я тоже думаю, что такие есть, это столба-крыша, если перевести на русский. У нас стогастульты, столб-крыша, где столб, это мировое древо, крыша, понимаешь, что это небо. А над крышей там, видите, что над крышей всегда светило чистое солнце, звезды и так далее. Иногда можно в некоторых, кто видите, лицо Бога. А если не видите лица Бога, поднимите еще выше глаза на небо и смотрите долго. Можно будет увидеть, из туч показывается, из звезд можно увидеть. Лицо Бога действительно есть, но мало есть людей сейчас, которые имеют на это время, чтобы увидеть. А мы начали с этого, что в Индии есть еще много людей, которые могут видеть кое-что, потому что у них иначе они воспринимают время. Время-деньги или время-дорожные знаки там не существует еще в сознании, так вросшие понятия. Они смотрят окружающую среду открытыми глазами, видят ближе к окружающих людей, чего они хотят, как они двигаются, куда они идут, что они чувствуют и видят, что происходит над головой, на небе и так далее. Я хотел бы, как бы, посмотрю, что там дальше еще. Вот эти столбы, столбокрыши, столбокрыши, если поднять глаза выше, они предназначены, чтобы поднять глаза выше. То пространство, где высшее небо, где мы проецируем благополучную потустороннюю жизнь. Человек поднимается по мировому мудреву, по столбу или просто его душа летит по млечному пути на второй этаж. На втором этаже светло и прекрасно. Тогда улетели наши аисты, улетели наши дуравли. Они туда возвращаются по млечному, ктичьему у нас называются пути. И человеческая душа тоже туда устремляется. Так что можно сравнить даже вот эти крышки небесных столбов. Сказать, что это первообразы и христианского святилища, костела. Костел тоже в таком стиле построен, только уже танцуем. Ну, танцуем и вокруг костела. Идет же эта процессия вокруг костела, как вокруг столба или строения архитектурного. Но, войдя вовнутрь, мы ощущаемся под крышей, над которой тоже небо. И там изображаются картинками мелкие, разные святые и сам верховный бог. Ну, и ничего, никуда мы не убежали от этого образа. Только просто больше архитектуры, больше искусства, больше наглядных пособий. И жалко, что иногда человек из-за этими наглядными пособиями, искусствами, картиночками и архитектурой уже не видит самого бога. Это почувствовали, прочувствовали. И вот наоборот, человек, который не имеет костела, не имеет крыши, не имеет архитектуры, картиночек не имеет. Ничего не имеет, вообще палку в руках. Что? Он очень хорошо видит бога. Он очень просто общается напрямую с богом, ибо у него больше помощи. При помощи палки, как я сказал бы, он обращается в прямую связь с богом. С силами, которые дополняют силы человека, это сейчас называем медиами, уже в более широком смысле, информационном смысле, не только энергетическом, физическом. Так это первое медиа, вот это палка, эти крыши. Ну, и что еще? Ну, пробежим много древ, много образов из разных культур. Ну, вот образ. Вот теперь вот это я хотел к этому перейти, вот пришел. Человек сам, как древ. Человек сам, как... Ну, он сам и есть, ему только нужно дополнение и свою силу увеличить. Но он сам, та же сила, потом уже принципу воссоздан. И вот я тут проекцию такую воссоздал, когда вот эти груди, груди небесные, мы можем перенести не только с помощью придения, когда придет девушка и потом тебя оденет вот этими же самыми космическими знаками, узорами. Ну, и все, когда украшается человек, мы сейчас говорим украшается. Наверное, древность это не украшение, это усиление мощи человека. Это не украшение, это усиление сил человека, усиление мощи. Это установление при помощи вот этих вещей, которые надевает на себя человек, связи с небом, с землей. Это все божественные силы, с лаймой, со всеми вот этими силами, чтобы они благополучствовали человеку. Так посмотрите, скажем, на уровне этажей, если мы говорим о трех этажах, земля, небо и наднебесный свет, бири, рай, у человека это тоже есть. Смотрите, пояс, первый круг, пояс, да, этот живот, земля, ну тут все, из земли взял туда, бросил, опять оно там и упадет в землю. Это животное наше существование, это переваривание тела. Потом идет другой круг, это ношейник, второй. И вот этот ношейник, как бы небесный свод, это второй этаж. Ну над ношейником уже сакральность, уже дух, уже божественный ум, голова и еще один кружок третий. Те же самые три этажа, ребята. Ремень или пояс, обязательно ношейник для души, души, он и задушить может, если ты очень плохо будешь поступать, ношейник, как галстук, потянул и задушил. И потом еще кружок один над головой, вот три вещи, которые у нас должны быть. А потом уже кольца, колечки на ногах немножко там, как и на прялке бывает по сторонам, очень много кружков разных, крутятся небесные светила и так далее. Интересно, вот это сакта, которая посередине связывает как бы животное, вот это этаж и вот этот небесный помежду, что-то такое, понимаете? Ну где, где птицы, воздушное пространство, над вот этим дышащей душой человека, тут сакта, очень интересно. У меня такие ассоциации, что это должно быть связано с богиней Лаймой, Лайма в латышском тоже есть, да? И Лайма предопределяет счастье человека, судьбу даже человека, да? И по литовски сяге и очень красиво фонетически или на звуковом уровне ассоциируется туда же. Сякти, сякаси, сябе, сякти. Норик от сяктусе у сяк сябе. Хочешь, чтобы повезло, прикрепи сякту. Это просто как поэзия получается. На словесном уровне человек, чтобы ему везло, должен вот это пристегнуть. Тогда повезет. Сексис. Ну с сексом не будем связывать. Но сексис это значит судьба, везение, счастье, да? Ну вот и оно везде тут, видите? Всегда. И у мужчин, и у женщин. Что хочу сказать, что миропонимание, вот этот образ картины, мирового древа, очень удобен понимать разные вещи. Архитектуру. Покажу еще, если время хватит для архитектуры. Как архитектуру? В данном случае одежду. Народный, ну говорят народный костюм. Я всегда не хочу использовать слово костюм. Руба и одежда. А много разных слов есть для этого. Скажем, как это сказать на русском? Одежда лучше, чем костюм. Костюм это, вот у меня костюм. И вот эта одежда, она тоже космологическая. А сейчас вы еще более представьте. Если там еще вышиванка, вышивание. Тогда нужно тоже шифровать по образу вертикали мирового древа. Что-то выше, что-то ниже, что-то посередине, что-то там, что-то в конце. Где самая мощь большая. Нужно всегда иметь, что это не только усиление мощи, если первичное древо для этого использовалось, но и оборонительное. Вот оборонительное в стороне древа, символики древа, я сегодня не рассказываю, не готов, не подготовился. Но вы все знаете, что ветками, во время Лиго ветки разных древ ломали и вешали, чтобы оборониться от злых духов. Квоистого дерева и так далее, очень много. И на кладбищах используют. Так что есть там две стороны. Я говорил сегодня о энергетической, когда усиливает помощь человеку, помощь дает палка. И не говорила оборонительное. Ай, ну наглядно, когда мы смотрели первого человека, это было наглядно. Оборонительное сразу. Он же обороняется этими острыми палками. Он обороняется и нападает. Ну, это оружие, можно сказать. Слушайте, оружие, ветка на Лиго, над каким-то зданием, чтобы ведьмы не проникли, можно назвать оружием. Почему? Потому что оружие на литовском, я не знаю, как на латышском, гинклос. А гинклос это гинты. Если перевести на русский, это оборон. Так что у нас нету слова для оружия, чтобы было в смысле нападать, наступать. Это белая магия. Оружие это оборон. Если видите человека с палкой в руке, он вас оборонит, не нападет. Понимаете? Вот в словесном образе мира так понимается. Ну, нужно быть готовым, что может всего случиться. Сейчас, если человек с оружием подходит в школе в каком-нибудь Нью-Йорке, скорее всего, будет в газете написано, что он расстрелял весь класс и убил учителей. Мы такое слушаем. Так что оружие в руках современного человека – это сила, мощь, палка. Ну, не помощь, а беда. Ну, Украину, наверное, приводить не следует всем известное, что наглядный пример. Обороняться человек должен с этими природными вещами, а он нападает. Нападал когда-то на дикую природу, оборонялся от него. Сейчас мы один против другого это используем. Но не только сейчас. Это все время было. И вот важно, вот эти все были для человека. Я думаю, что для воина, идущего в бой, вот эти все очень вещи важные были, чтобы он оборонился. Чтобы не только обрел бы мощь воздействовать на врага, но и оборониться от него. Так что очень важная сторона вещи – дерево как оборонительное от злых духов. Что остается после человека, который одевается в образе мирового древа, дерева? Посмотрите, вот что осталось. На правой стороне видите кольца, 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 кости. Или сгнили, в данном случае, или это было трупосожжение, кремация так называемая. Ну, из человека и остается то, что в космосе создает вот это мировое древо. Вот эти все сферы, вот эти крючки, вот колечки. Просто один к одному. Смотрите на прялку, на девушку, и вот что уже в земле осталось. Археологи, что найдут. Ну, и к архитектуре. Иногда прялки, редкая прялка, где просто на образе девушки. Ну, человек сделан. Одна сфера земная, небесная сфера там. А тут вот эта средняя часть, где небесный столб или древо поддерживает две сферы. В образе не каких-то ужей, там, птиц, а в образе рук человека. И вот человек. И башеванка разных народов. Славянские, литовские те же, латышские. Мы можем видеть вот этот образ мирового древа как человека. В данном случае женщины, наверное, по форме. Если смотреть, да? Видите, вот эти птицы. Все, что было на мировом древе, опять же, на мировом человеке. Можно так назвать человека, который тут уже в таком виде нам дается. Еще посмотрите. Вот это, как это сказать, не распятие, но можно даже распятием назвать. Распятый человек. Или тут даже женщина распятая. Распятая. Ее пятки, ноги внизу. Ее половая вещь. Потом голова, плечи и так далее. Это просто, опять же, тот мировой человек, когда вот эти формы человека, они ассоциироваются с уровнями космоса, мирового древа. Мы имеем, смотрите, на разных искусствах эти изображения, вот, везде. Но я хочу показать нашей народной архитектуре. Вот тут уже подсказка есть, что даже на оконах видим вот эту вот нижнюю часть человеческого тела. Да, в данном случае женскую. Мужком тут еще что-то посередине должно было быть. Нету. Так что, смотрите, тут очень уже декоративно. Я не успел подготовить слайдов, где очень физиологические нижние части, где мы можем видеть раздвинутые ноги и очень что-то очень физиологическое. Иногда с точечками, с губками и так далее. Даже покраснеть можно, если налог стоит и рассказывает, что это не просто декорация, но это физиологические или космологические распятия человека, чтобы показать структуру космоса, мирового древа на нем. Так вверху вот эти плечи, птицы или там ужи какие-то, это плечи человека, тут должна быть голова, тут где-то грудь должна быть, а тут где-то наш живот, вот этот свет, дыхание, это сахта, где-то тут она должна быть. Может потом украшалось что-то еще. В этом среднем пространстве разные материалы тоже они в окне были. Но я покажу еще несколько из своей коллекции, вот моя коллекция, вот эти все вещи у меня, я сам собрал в экспедициях. Смотрите, нижние подоконные украшения, вот эти, которые я показал, что они связаны с нижней частью человека. Вот женская, вот женская, вот женская, вот мужская. В данном случае мужская, можно сказать, но это еще, у меня есть еще, не все тут, есть вообще натуральные, где можно видеть натуральные вещи. Только видишь тогда, как кто-то скажет. Ибо никому не приходит даже в голову, что тут можно видеть физиологию. А вот верхняя надоконник один очень такой красивый, очень детальный, редко таких находишь в районе Швенчониса, откуда я сам похожу, Швенчонского района. Я на одном старом, да, на нашу верхнюю часть, где груди, вот женские груди, в славянском даже есть такой термин, груды небесные, откуда эти груды грудой падают. Это конец или млечный путь, когда вот из как бы небесных грудей это осеменяет земное молоко. И птицы, и небесные воды, и так далее, и с небесной светила. В верхней части окна, небесная, верхняя часть мирового древа, в нижней части окна, нижняя часть мирового древа, которая чаще всего связывается с материей, с матерью, с материнским, и иногда с мужским началом, с земным началом. Ну и, наверное, подошли к концу. Другие разные вещи, это дополнительные материалы, которые в данном случае не так важны. Об этом я, наверное, тоже говорил, об украшенном деревце, который вешается над столом, это пузорс. Сейчас соломенный, но в древности он тоже был из дерева, а потом изменен соломенным. Это тот же образ мирового древа, только обращаю внимание сразу, что сейчас, после моей лекции, должно было быть ясно, что это верхушка мирового древа. То это, если вот земля, это будет стол, тут люди сидят, тут едят и так далее, так это уже проектируется на верхнюю часть, верхушку мирового древа. Тут может и может висеть сломанная верхушка древа, но ритуально сломанная. Только в определенное время, в определенном месте, для определенного праздника, когда там вселяется Бог или души потусторонние наших предков, в данном случае эта структура воспроизведена соломенная, как соломенная структура. Я показал, до этого слайды были, там просто висела верхушка древа, верхушка древа, вот верхушка древа. Это самый старый образ. Верхушка древа, табу, как я говорил уже. Латыши это хорошо знают, в литовском это, наверное, может тоже известно, нужно будет поискать материалы. Ну и что, моя презентация в основном закончена. Я в некоторых местах хотел еще что-то сказать, не сказал, но все, не скажешь за одну лекцию. Так что очень я рад и очень я грустен. Рад, что вы были со мной, что я был с вами, что мог опять обновить вот эти знания. Они мне тоже дали силу, чтобы потом после лекции прийти опять продолжить эти исследования. И с другой стороны, что это кому-то нужно, кто-то этим интересуется. Это тоже дополнительные силы и мотивация для работы. А грустен я потому, что мы не можем говорить на одном языке, скажем, на древнем балтийском. И латышский и литовский язык разделились только в пятом веке. Если кто-то из языковедов, из наших ученых взял бы и реконструировал общий язык наш, балту прокольби. Литовский это как-то, по-моему, это прокольби. Этот язык общий, в котором мы говорили, когда жили вместе в этом пространстве, мы сейчас могли бы говорить на литовско-латышском корене каким-то, на литовском, латышском таком общем языке. Некоторые слова были бы как бы литовские, больше, другие как латышские. Это возможно. Я об этом мечтал бы. Я думаю, что у нас еще достаточно, сколько там, два с половиной миллиона, да, я не знаю, чтобы нашлись дети наши, ученики, которые это сделали. И не нужно будет нам эсперанто. Зачем нам эсперанто, где коктейль из разных, не знаю, каких языков. Будет наш балтийский язык, и тогда вот эти образы еще... Вы представляете, что значит реконструировать древний язык? На уровне того, что я говорил здесь, это значит реконструировать древнее понимание, где мне не нужно будет рассказать, что значит по Голис, или переводя на русский помощь О, А, Голис, Палка, что это, Голос, Мощь. Мы бы говорили бы образами древне-балтийской. Вот, ибо образ мира, образ мира сохраняется в языке. И я хочу этим окончить, обратить ваше внимание. Когда мы говорим этнокультура, мы это определяем к этнологии, к антропологии, к этнографии и к музею национальному. А когда мы говорим язык, мы это почему-то еще сохраняем в Конституции, государственный язык, что у нас есть комиссия по языку, которая там наблюдает за языком. Но мы забываем, что язык и есть первая этнография, первая этнокультура, первая история, что нельзя отдать филологам только языка. Любой культурный человек, археолог, историк, физик, этнограф, он должен оберегать язык, ибо в языке сохраняется картина мира. Когда-то мы говорили с... И не только картина мира, топотибе, как это сейчас, индентитет говорят, но топотибе, то самость, то самость. То самость сохраняется в языке. И почему я это очень акцентирую? Потому что не для всех народов. Скажем, итальянцев возьмем. Когда-то говорили с итальянским филологом, который в Лидии сейчас проживает, он говорит, у вас язык в Конституции, а вы что с ним делаете? Как вы поступаете со своим языком? Это очень важно для вас, ибо вы народ, который возник из языка. Государство возникло из языка. Если пропадет язык, государство исчезает, исчезает все. Этнокультура вся исчезнет. А если исчезнет этнокультура, ваши музыкальные инструменты, ваша одежда, ваши этнографические узоры, орнаменты наши, наша земля, наше государство даже, да? Но язык сохраняется, мы восстановим. Все это восстановим. И в языке картина мира. Итальянец мне говорит, а вот в Италии у нас так нет, и мы, итальянцы, можем без этого. Как это? Ибо уже итальянец, скажем, себя топотибе, то самость его основывается не только на языке, на скульптуре, вот с очень древних времен, на античной пластической культуре, искусстве и так далее, и так далее. Итальянец может себя опознавать на этом общем культурно-материальном уровне, который у нас только природный, только природный. У нас не было пирамид, у нас не было костелов, у нас, говорят, свечилищ не было, христиане, когда пришли. Ибо человек стоит у дерева, смотрит на солнце, парня в руке, он дикарь, и палку держит в руке. Культуры-то не видно, но культура природная. Когда природные явления, солнце, дерево, птицы на нем, корни, ветки, они стали образами. И в конце концов и наглядного искусства, и пластики, и керамики, везде все пошло. Но основы-то не там, в природе. Так что, если мы сохраним природу и язык, две вещи, природу и язык, мы сохраняем возможность восстановить государство, которое какие-нибудь оккупанты все тут сожгли бы. И наоборот, если не сохраняем природу и языка, все пропадает. Вообще нужно распускать армию уже сейчас, ибо за что воевать? Вот, это очень важно. Так что этнография не должна уклоняться от борьбы за сохранение языка. Это самая первая этнография язык. И природа... Нет, я не прав. Природа самая первая, если говорим... Ибо язык возникает позже. Сначала возникла природа, потом смотрит человек на природу, у него возникает чувство, и он говорит, ах, 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 это язык. Он говорит, ах, и это ах потом идет до фольклорных песен, припевов, которых мы не понимаем, восклицания и так далее. Так что природа, язык, государство. Спасибо, ребята, спасибо вам за созданную возможность так поговорить. Спасибо, Йонас. Я смотрю, уже тут периодически...